вот поверьте вот геи не самая главная беда нашей страны вызывает такие достаточно ожесточенные споры права людей унижаются в россии обслуживающий персонал мы выглядим шутами когда мы говорим у нас все хорошо у нас потрясающий гость самая влиятельная женщина россии по версии bbc оксана пушкина оксана спасибо большое что пришла добрый день привет очень тонкая грань на мой взгляд воспитание детей от принуждения к насилию потому что я абсолютно уверена что детей нужно заставлять делать какие-то вещи потому что они не взрослые они не понимают что им нужно дальше по жизни они не очень понимают что такое хорошо но условно мы там про тема говорили да про суп с фрикадельками наелся чипсов мы понимаем прекрасно что многие дети вот дай им поставь мешок с чипсами они будут есть их каждый день пока им не станет плохо например да или например если любому ребенку задать вопрос хочешь идти в школу или смотреть мультики да то я уверена что 80 процентов детей причем я кстати своих к этому не отношу потому что там никита вот старший сын и его дочь старшая они вот отдадут все за то чтобы пойти в школу вот но это не очень типично ребенка нужно заставлять делать какие-то вещи а ребенку инвалиду для того чтобы жить и для того чтобы выжить нужно двигаться каждый день нужно заставлять делать зарядку нужно и и это принуждение который на самом деле в нашем обществе типа либо либеральном вызывает такие достаточно ожесточенные споры я вот прям отбиваюсь от многих людей потому что говори мне говорят оставьте право детям инвалидом там ездить в колясках там жить как как им хочется я говорю оставьте право моему сыну быть здоровым и я буду биться за это право ты мне сказала относитесь к детям инвалидом как нормальным людям и к нам к родителям как нормальным людям да помогите нам но это не все за бесплатно и ты кстати твоя позиция вызывает тоже раздражение у многих мам подобных детей но связи социальное иждевенчество это отдельная тема в связи с этим раз к нормальным людям значит все что воспитывает характер это конечно физкультура в первую очередь поэтому то что ты в качестве тренера выступаешь со своим ребенком и это нормально то есть ему надо объяснять вот мне не объясняли мне в пять лет поставили в этот зал чтоб только она чем-то была занята и во второй половине а музыкальная школа и как хочешь так и крутись и требовали только хорошую успеваемость это я успевала на беда курить мне кажется в здоровом теле здоровый дух и здесь я я бы не делила я низкий поклон всем родителям детей инвалидов как бы абсолютно исполняю но здесь бы я не делила вот вообще детей есть один подход воспитать характер как вот таким образом это дисциплина прежде всего это сама дисциплина прежде всего мне это очень помогает моему ребенку очень помогает я шла тривиально по своему пути я посмотрела мы жили в америке папа к нам приезжал раз три месяца и я подумала я с ним не справлюсь и я его бросила в бассейн и в результате он плавал и там потом здесь начинал плавать за сборную и просто ушел вовремя мы поняли что вторым фелпсом нам не стать мы на той же дистанции и он заняться бизнесом поэтому чудес не бывает просто спорт и физкультура все-таки нас учат самоорганизации и красиво побеждать достойно проигрывать и очень много работать представляешь как время быстро летит и какие перемены произошли 6 лет назад мы на таких детей как твой женя многие реагировали брезгливо я тебе говорю как есть брезгливо потом пошла водянова с историей про свою сестру и пошли женька пришел к нам в студию и пошли истории и насколько сегодня эти дети стали частью нашего общества эти люди сегодня часть мы принимаем программу принимаем законы понимаешь как быстро время бежит поэтому когда ты сегодня мне задаешь вопросы что там это либеральная часть убить не бить конечно не бить и конечно не унижать но есть уже сегодня модели через которые мы прошли в частности физическая культура это то с чего должен ребенок стартовать ну то есть объективно понимаешь любой ребенок а я хочу тебе сказать вот тоже к вопросу о том что женщины в социальной сфере мы с тобой знаем и в некоммерческой сфере 80 процентов я думаю что может быть и 90 это женщины потому что такие же люди как я я не скрываю я сделал это только для своего сына вовсе не для блага человечества вот и у нас сейчас 39 регионов и мамы встают нет иногда папы пап тоже много сейчас уже становится и стают и делают это просто для своих детей потому что они хотят чтобы дети были здоровы чтобы они были счастливы встают и делают и социальная сфера это то что сейчас меняет жизнь и с моей точки зрения конечно это неправильно что вот мы как-то прорываемся вот эти некоммерческие организации и продираемся но такая программа как моя на мой взгляд извините должна быть уже давно взята государство абсолютно на руки и точно так же как комарова сделала в своем хантамансийском округе это должно работать да кроме того что это колоссальная экономия государственных денег конечно и теперь ты осознаешь я думаю как трудно мы это пробиваем мы чуть все доказываем на поверхности все потому что всем до одного места есть более с точки зрения наших мужей государственных глобальные вещи наша безопасность слушайте я вот думаю столько денег мы выделяем на безопасность страны а пришел ковид и подкосил вообще всех на ту ли безопасность мы выделяем деньги и это тоже предмет дискуссии это замечательно что сегодня мы самые крутые реально наши границы ну под таким замком что просто хочется сказать главнокомандующему спасибо дальше и следующий этап и новые вызовы времени и новые угрозы кто ему формулирует вот эти вещи я очень надеюсь что есть эти люди но пока нас пугают геями и прочими историями вот поверьте вот геи не самая главная беда нашей страны аксанте а какая самая главная проблема восстановление равенства между мужчинами и женщинами зарплаты премии отсутствие стеклянного потолка это требование времени это цифры в экономике соответствующие которые нам доказывают что это сегодня первоначальная наша задача впустить женщин в обучение производства в бизнес как можно больше нас много и мы колоссальная экономическая сила что надо сделать для того чтобы впустить все очень просто у нас все зависит от одного человека нам нужна политическая воля а сегодня к сожалению в политику контролирует политику консерваторы они категорически против в частности моих идей это искоренение насилия в целом его не искоренить глобально но хотя бы в доме мы должны навести порядок и создать ту атмосферу где мы с тобой фигурально женщины не будем думать о нашем женском здоровье которое подкашивается от и портится если нас мутузе от без конца унижают эмоционально это иногда даже страшнее это скажем норма жизни потому что у нас априори да мы обслуживающий персонал даже в самых вот корректируем эту вещь и тогда собственно говоря россия с человеческим лицом мы никому не угрожаем мы ничего не берем нас не трогайте мы абсолютно современные адекватно прогрессивные мы готовы с вами разговаривать на равных пока мы не на равных потому что права людей унижаются в россии когда чек из министерства юстиции докладывал в совете европы ежегодный доклад о том как у нас дела происходят с домашним насилием стране первый его доклад был господин гальперина у нас все замечательно а не гайд да как же смотри сколько дел против россии и когда я с ним познакомился оказался очень милым очень грамотным мега профессиональным человеком юристом и я ему сказала нельзя так звучать риторика должна быть иная все уже знают что у нас не все хорошо мы выглядим шутами когда мы говорим у нас все хорошо мы говорим мы знаем наши проблемы и мы над ними работаем закон о профилактике семейного бытового насилия практически готов дорабатываем и вносим спасибо за внимание россия с человеческим лицом у нас была оксана пушкина мечтательница мечтательница герой друг товарищей брат оксана всегда говорит наташа если у нас есть проблема мы как бульдоги к сожалению с нечеловеческим лицом не женским вцепимся и и решим оценочка спасибо большое что пришла я всегда счастлива тебя видеть